Есть волшебные места на русском севере, о которых много слухов до выличих ходит. А что в них правда, что вымысел, так до конца и непонятно. Сказывают, что именно в этих краях в стародавние времена сотворил Бог род человеческий. Здесь и появились люди, по этой земле сделали свои первые шаги. Стало быть, и самая древняя магия появилась тут. Родные боги научили людей управлять стихиями природы, слышать и видеть мир духов, читать и понимать его знаки. Немало с той поры утекло воды, все переменилось, но кое-что и осталось. И не только в старых легендах и преданиях. Много в Архангельской области волшебных мистических мест, оказавшись в которых, люди ощущают, как стираются границы явного. Стоит на краю Архангельской области небольшой городок Няндама. Место немноголюдное, но известное тем, что поблизости находится легендарная гора. Легендарная гора Карасова. Странные истории рассказывают об этом месте. Наполнено оно неведомой опасностью и присутствием чего-то такого, что глазу простого человека не видно. Гора живет своей жизнью и не ждет гостей. Кругом растут густые леса, но на горе деревья не приживаются. И возвышается она мрачным массивом. А у подножия прекрасно голубое озеро. Воды этого озера коварны. И тем, кто захочет в них искупаться, суждена незавидная отчасть. Двойное дно озера готово принять смельчаков, решившихся довериться красоте здешних вод. Много таинственных историй ходит о том, что происходит поблизости от космодрома Плесецк. Конечно, в газете о таком не напечатают, да в новостях не покажут. Но местные жители рассказывают об удивительных странниках, выходящих прямо из воздуха. Кто-то считает, что появляются загадочные гости из-за работы космодрома. Но кто знает, что было там раньше? Кого потревожили люди своим шумом и техникой? Из-за чего границы явного стали тоньше, чем обычно? А нам остается признать одно. В тех волшебных местах открываются двери для гостей из иных миров. Одной из загадок Беломорья стали северные лабиринты. Нам неведомо, для чего их построили. Лабиринты эти немаленькие и хорошо сохранились. Полностью покрывают Заяцки и Соловецки острова. Скорее всего, с их помощью наши предки входили в особое состояние для изменения и познания мира. Проводили обряды посвящения волхвов. А может и могли пробираться в иные миры, чтобы встретиться с богами и предками. Сейчас эти знания сокрыты от нас. Лабиринты остались памятью прошлого. Но некоторые люди, приезжая в северные лабиринты, чувствуют неведомую силу и говорят, что после им начинает являться будущее. Возможно, пройдет немного времени, и лабиринты начнут открывать нам свои тайны. Но пока они хранят суровое молчание и ждут тех, кто сможет понять, для чего же их построили и куда они ведут. Рядом с Северодвинском расположилось урочище Куртяева. В нем берут начало 80 источников целебных вод. Стоит оно на потухшем вулкане. Есть там загадочный ручей под названием Талец. Даже в самую холодную погоду он не замерзает. А главным из чудес ручья стало то, что летом вода в нем холодная, а зимой теплая. Наши предки издавна связывали эти источники с богиней Макош. Даже называли их пятницкими или пятницами. Ведь этот день недели был традиционно посвящен у славян богине судьбы. К источникам идут за исцелением болезней. Берут воду для себя и своих близких. Даже в те времена, когда вера в родных богов была под запретом, люди продолжали просить Макош о чудесах исцеления. Правда, называли ее именем Пороскевы Пятницы. Но вблизи от поселка Емецк находится еще одно место, славное исцелениями от недугов – Святое озеро. Там происходят настоящие чудеса. Говорят, что вода из этого волшебного озера обладает целительными свойствами и может вылечить болезни, перед которыми врачи признают свое бессилие. Многие приходят к озеру, чтобы выпить воды и распрощаться с хворями. Рассказывают, что раньше рядом со святым озером было капище, где поклонялись родным богам. Видимо, сила этого места сохранилась и до наших дней. Одной из главных загадок русского севера считаются острова Новой Земли. С этим краем холода и льда связано множество преданий. Зимой температура тут опускается до минус 46, а летом не превышая 16 градусов. Но хотя и острова Новой Земли не хвастаются буйством зелени, холодная красота этих прекрасных мест поражает своей первозданной чистотой и завораживающей силой, позволявшей ей выжить в этих суровых условиях. Архипелаг Новой Земли омывается с запада Баренцевым морем, а с востока – Карским. В Карское море несут свои воды крупнейшие северные реки – Обь и Нисей, Пясенка и Кара. А самым таинственным из островов называют Вайгач. Там до сих пор сохранились следы храмов и капищ. А некоторые старожилы рассказывают, что именно на этом острове находилась древняя обитель богов. А значит, именно там началась история создания этого мира. На севере существует довольно большая территория, известная странными и необъяснимыми происшествиями. Ее называют Северодвинским или Адским треугольником. Это мистическое место Архангельской области известно своими загадочными явлениями. Кажется, что границы явного тут тоньше, чем обычно. Встречаются людям тут невероятные существа, которые обитают в иных мирах. Иначе никак не объяснить их облик и невероятные появления. Северный край изначально был очень сильным местом, где когда-то родные боги ходили среди людей. Теперь знания наших предков во многом забыты. А старинные дороги, на которых люди и духи встречались, в тех краях заброшены, но все же сохранились. И по сей день тут легко встретить неведомое, разбуженное по неосторожности. Много загадок оставили нам наши предки, и не на все из них легко найти ответ. Сейчас настало время возрождения старых традиций, магии с севера, родных богов. Но мы верим, найдутся те, кому будет под силу ответить на эти вопросы, воссоздать то, что было потеряно и забыто. И, возможно, именно им помогут волшебные места русского севера, где когда-то сошлись пути богов и людей. Ведь все движется по кругу. И если встреча произошла однажды, то она обязательно повторится вновь.